Здравствуйте, уважаемые зрители! Уже 4 октября Дни стоят пока Сухие, красивые Сегодня еще и солнечно Я отправляюсь в лес Может быть, сегодня мне получится Поснимать хорошие кадры С птичками А возможно, с животными Подхожу уже к лесу И буду Внимательно слушать и смотреть Только что там сидела сова Успел сделать пару кадров Она перелетела Я видел, куда она села Попробую еще ближе подойти Я сделал лишь пару шагов Она еще дальше отлетела Теперь я не вижу точно На каком дереве она сидит Но примерно в том направлении Я и иду Буду смотреть внимательно Наверное, штатив тоже достану Может, на видео получится поснимать Снова перелетела Куда-то вглубь леса В ту сторону я уже не пойду Там овраг Продолжение следует... Сегодня снова попались Черные дрозды Ну как попались Видел, как они пролетали Но ни одного не было, чтобы Можно было сфотографировать А ведь и они скоро улетят от нас Наконец-то Среди этих пугливых дроздов Один певчий дрозд позволил мне себя снять Я увидел, как он на ветку перелетел Сделал несколько шагов Так, чтобы веточки не перекрывали его И в маленькое окошечко между кроной дерева Смог его заснять Про черных дроздов пока молчу Вообще пугливые На расстоянии выстрела не подпускают Этого певчего дрозда метров с 15 я сфотографировал А к черному даже на 50 не могу подобраться Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вышел на лесную дорожку Немного пройдя на маленькой поляне Заметил движение Эта лисичка мышковала Трава, правда, там высокая Некошенная Я еще удивился, почему Она не побоялась Где-то на соседней поляне Метров, наверное, 400 отсюда Слышаны звуки от работы бензопилы Может, валежник перед, не знаю Я в ту сторону не планирую идти Вот как раз между теми людьми, где там работа идет И мной на поляне эта лисичка пробегала Даже немножко в мою сторону шла Но, видимо, когда я штатив расставлял Чуть-чуть подшумел Когда я оставил в сухую листву ножки И она насторожилась Хотя я встал именно в тени И когда она смотрела в мою сторону Солнце прямо на нее светило То есть ей сложно было бы меня увидеть Но она насторожилась И, видимо, решила, что не будет рисковать Идти в эту сторону Раз какой-то фактор беспокойства появился И ушла в другую сторону Был один момент, когда она прыгнула Так красиво из травы Но в этот момент я не был готов снимать Наблюдал просто пока штатив ставил Может повезет В другом месте, где более удобно Получится ее заметить Может быть не именно ее Но вообще лисичку Глава Продолжение следует... Продолжение следует... На веточке никакую сидящую птицу не видел. Продолжение следует... В этих грязевых ваннах похоже кабанчики копались. И вот здесь тропа уходит. Как раз тоже с этой грязью видно. В ту сторону уходили. После этих процедур. Сейчас выйду к полю. Там, наверное, присяду, чтобы поесть. На опушке леса пытался сфотографировать стойку. Там она даже была не одна. Три, может быть, даже четыре. Но не смог. Думаю, почему я так кушать хочу? Время, оказывается, уже полвторого. Я как раз дошел до поля. Сейчас здесь сяду где-нибудь, чтобы любоваться. Смотреть вдаль. И спокойненько поем. Потом снова сверну в сторону леса. Только уже по другой тропинке пойду. Чтобы было разнообразие для меня. Вкусно поел. Идти никуда не хочется. Хорошо, тепло. Картинка радует взгляд. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Думал, что шел по дорожке, которая меня выведет на другую сторону леса. А оказалось, это тупиковый маршрут. Видимо, здесь просто когда-то дрова пилили, поэтому была дорожка. Но сегодня солнечная погода. Буду ориентироваться по солнцу. Буду непосредственно как раз мне путь. Так что солнце будет мне светить в глаза. Если солнце скроется за облаками... Хотя, это вряд ли. У меня еще и компас в кармане. Чёрный дятел. А, я видел, где он сел. По листве вряд ли смогу безшумно к нему подойти. Это такой жалобный крик он издает. А вот этот голос он издает, когда перелетает с места на место. Здесь, где дорожка закончилась, чаще стали появляться грибы. Точнее, попадаться на глаза опята. Но сегодня я уже не буду собирать грибы. Не хочу отвлекаться от фотоохоты. Перехожу через этот ветровал. Не очень высоко деревья лежат, поэтому думаю, смогу пройти, преодолеть. Вот опять опята. Такое впечатление, как будто здесь животное лежало. Как-то примятое место. Вполне возможно. Где-то справа прокричала косуля. И она мне усаживалась гораздо больше в расстоянии, чем я ее мог бы увидеть. Очень высоко. Продолжение следует... 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 это первый королёк этой осенью которую я увидел хотя так думаю что они у нас круглый год живут просто почему-то летом я их не встречал идем дальше в сторону дома вот вышел из леса теперь наверное уже просто пойду по прямой через поляну в сторону поселка на этом буду завершать сегодняшнее видео до новых встреч приятно было прогуляться надеюсь и вам тоже спасибо